Здравствуйте, Валерий Константинович. Прочитал книгу с одного садо избранной судьбой на два раза. Книга замечательная, все изложено последовательно и логично, по порядку без воды. Только самое важное. Спасибо вам, начал цель записки. Записки, мне больше записки нравятся. Вот, потому что я, действительно, а что сделал с одного садо избранной судьбой? Вот. Вообщем, вот, выпарил мой редактор Павел Троценко. Получилась инструкция. Нормально? Нормально. Вот. На два раза прочитал. Значит, это кашляно и скучно. Это инструкция. Другое дело, вон они лежат как-то. И ничего. И особо никто и не торопится их выписывать. Вот. Ну, про погоду получается так. Новосибирская область, с моим районом, где теплее, где короче. В общем, я не хочу на этом сэкономить много времени. Потому что и там есть водохранилище, и тут есть водохранилище. И там разные, получается, условия. И тут разные условия. Вот. Но где-то лесостепь, где-то лес, где-то горы. Поэтому, так как мы живем и там, и там, и там, поэтому я проще решил так. Пропускаю вот это. Не цитирую. Вот. А что, кто не знает там сибирский это? Что там такое? Это есть Сибирь. Кондово-Сибирь. Как вы считаете, есть наде... А, я показывал таблицу. Средняя зимняя температура на 1-2 градуса у меня теплее, чем в Новосибирской области. Вот. Причем я не беру этих... Там, где греется, гос подогревает, ГЭС тут подогревает. Новосибирские светохранилища, видите? А оно же не просто, а это же ГЭС. Вот. То есть, везде разные условия. И вот он мне бах в лоб. Есть надежда вырастить манджурский абрикос, сливу, уссурийскую, китайку. Давайте соображать. Абрикос в манджурске мы уже разобрались. Имея вот это чудо, а я предложил желательно опыта. По 1-2 она... Юля продавать не будет эти... Самые манджурские абрикосы, саженцы, однолетние. Такие. Вот. А желательно опыта, ну, за такой смешной цене... Ну, кто не покупал 10 бутылок водки? Ну, вспоминаем. Есть хоть один, кто не покупал? А 10 манджурцев по такой же цене? Да еще дешевле. Вот так. Значит, имея манджурский абрикос, у вас все есть. Витамины, соки, компоты, варенье, еще и... А, кстати, это будет не манджурский абрикос. Это... Это... Этит урожай, вот эти вот самые... Вот то, что вы видели, вот так зашли. Сенсы. Это потомки уже сыновей манджурского абрикоса. А рядом королевские, рядом академики. Они будут уже не 20 граммов, а 30-40. По крайней мере, многие. То есть это... А что еще надо в этих диких местах? Вот в этих диких местах. Вот. Лето не такое теплое и покороче. Естественно. Манджурский абрикос. Теперь сливал сирийской китайкой. Это родственники. Ну, как родственники? Они разные, но не схожие характеристики. Святое дело. Ну, конечно, будут. Вот уж тут... Я знаете, как знаю. У нас есть... А я отвечаю на вопрос. Ну, пусть и так четко, как вот в этой же книге, про которую он меня похвалил. Вот видите? На два раза. Вот. Пусть немножко с водой. Не слушайте. Значит, у нас есть Айдай. Короче. Там тысячи дач. А он, знаете как? Там вот так вот шерпантин, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И до самых верхушек. И со всех четырех сторон горы находятся эти самые дачи. А на них, по крайней мере, три-сорок лет назад в каждом дворе были китайские и уссурийские сливы. В каждом. На каждой даче. Сейчас не знаю. Сейчас тысячи заброшенных дач. Ну, на рынках продают, значит, кто-то или украл, или сброшенных дач собрал. То есть они сейчас есть. А так как чем выше, тем холоднее, то во многих местах, особенно где побольше тени меньше солнца. Ну, назовем северный склон, назовем восточный склон. И я специально ездил и проверял. И там растут сливы, где каждый год под сорок и за сорок. Уссурийские и китайские. Вот. И чего им не хватает в Красноярском, в Новосибирской области, где опять водохранилище. Вот. И так далее, и так далее. Вот. Вот. То есть я убедил, надеюсь, что это надо. И, кстати, хоть сейчас покупайте 15 рубля костика. Или ограничиться вишней войлочной и яблонями. То есть человек уже и на это не рассчитывает. А вдруг и это расти не будет. То есть аушмазурский абрикос минус 50. Слива уссурийская, китайка минус 50. Каждый год там за сорок они плодоночат. Или ограничиться вишней войлочной и яблонями. Ну, давайте досмотреть. Ранетку семечку посадишь, уже даже ранетку не получишь. Скорее всего, одичает. Вот. Привайте с РТВ на Сибирку. Да ради Бога. Привайте на Сибирку. Вот. Ну, тогда нужно два этапа. Сибирка нужна и приученная к ней веточки яблони. Ну, это опять ко мне. Где вы такое еще видите? Ну. Грушу Уссурийского, пишет он. Я видел на улице города. Растет. Плодоносит. Вроде не страдает от климата. Но в городе теплее. Кстати, мы еще про весь волосы не сказали. Ну, что. Сало как сало. Волосы уж точно будет. Ну, у нас также было в каждом саду. Именно вот в Китае, именно в Волосе Сибирище. Вот эти два вида, это было сплошь. Все было. Все было. Ими зарощено. Ну, потом кто-то взял секат и сказал, дерево неправильное. Но это мы проходили. И что получается? Идем дальше. Итак, план действий у человека. В первую очередь, огородить будущий сад забором. От деревенского скота, зайцев. Так, все это логично. Скорее всего, рабицы. Или аналогично с сеткой. Сейчас поймете, что это вопрос серьезный. Почему? Посадить их за разосчитанную полосу. Сосин, как вы пишете книгу, у меня не получится. Участок узкий 30 метров. И длинный. Вот. Поперек участка со стороны соседей. Сосно закроет солнце. Особенно зимой. Я вот тут думал, думал. Как же обидно было, конечно, что у него получается. 130 на 130. Это, получается, ёлки-палки. Длинные, узкие. Длинные, узкие. Теперь так. Вот он пишет. Если вешаешь там, бывает, может у нас выжить. Тогда я бы ее посадил плотно вдоль забора. Если нет, тогда рябина из леса. Давайте сразу исключим лесные эти. Дикоросы. Рябина из леса. Вот у меня есть. Я из леса привезла. Она огромная. И сейчас там, где она у меня растет. Многие видели. Я как беру, включаю эту самую еду. И обязательно она рядом. И показывал мне раз огромная. Да, действительно. Но она-то как раз и закроет все солнце. Вот. А тут хитрость заключает в том, что соседям плоды рябины не нужны. Тогда что получается. Итак. Опять же манджурский абрикос сам по себе нужен вам. Мы че зря про это все говорили. Вы сами спросили. Это вы спросили. Итак. А у меня есть такая интересная вещь. Вот посмотрите. Это удача снимок. Вот последние годы. Он еще огромнее. Но как получается, что... Как не сфотографируется в Марице? И вот этот снимок сделал мне 15 лет назад. Так. Он залез на территорию соседей. Вот она так же как сетка нравится. Вот этот сосед еще справа у меня сосед. И туда он залез. Одна ветка сюда, вторая туда. И сыпется, и сыпется и соседям. И что я имею? Правильно. Никаких обид. Потому что я делюсь плодами. Дерево делится плодами. Вот. Значит ваши варианты. Никаких рябин. Нечего. Вот. Зачем они соседов? Этот вариант, например. Вот. Манжурский орех. Но это надо с соседями договариваться. Почему? Вот мой манжурский орех. Здесь три дерева. Они составляют треугольник. Между ними метра пять-шесть. Они близко. Значит здесь две груши. Оба шикарные. Очень супер рожайные. И третий чуть выше на метр на полтора. И нависает над ними именно манжурский орех. Причем это бое открытие. Я не могу по одному случаю делать выводы из всей страны. Вот. Я не скажу за всю Одессу. Вот. Вся страна очень велика. А у меня урожай предельный. Я не говорю, что благодаря манжурскому ореху. Но не мешает. То есть не надо его так уж и бояться. Но это предварительный вывод. Вы потом подтвердите. И когда сами это все проверите. А с другой стороны что получается. Манжурский орех он сильнейший. А если соседи скажут. Давай, давай садим на границу. Пусть у нас лишнюю сотку закроет. От неба. Ничего страшного. То есть первый раз манжурский орех. Манжурский абрикос как супер высокий. Да. Вот. И второй. Манжурский орех тоже супер высокий. Вот. У меня еще к соседям свешиваются груши. Вот эти груши высокие. Они больше десяти метров здесь. Они просто не впечатляют. С других сторон там огромные деревья. А здесь им впечатляет. Это было для фотографии. Для того чтобы не доказать что орех не мешает. Не мешает опадению и значению груши. Они прекрасно плодоносят. Вот это снимок взялся в этом ракурсе. А так. Вот второй случай. Вот. Теперь. Теперь. Вишня. 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 Соседский вишня. Мой покойный друг. К сожалению. Он оставил по себе на средство. Так. Вот. К сожалению. Он погиб. Но его вишня все. Там порядка 12 штук. Свешиваются. На мою сторону. И я не обижаюсь. Сколько я друзей родственников накормил. Вы идите собирайте. Идите собирать. И мне надо даже лезть через забор. Вот. Прям с моей стороны собирает. Вот. Третий пример. То есть. Получается. Мазурский орех. Так. Вы сами. Вишню штамбула упомянули. Пожалуйста. Догови соседям. Мазурский орех. Очень высокая вишня штамбула. Очень высокая. Мощная. И. Наконец. Ну. Наверное. Главное. Это мазурский абрикос. Все. Проехали. Так. Осталось полчаса. Так. Хорошо, что вовремя прочитал книгу и не успел перекопать землю. Да. Только другие миллионы перекопали. Муравьев. Не беспокою. Два муравейника есть на участке. На вашем участке сотни муравейников. Но два это назовем супер муравейники. Нет. Я вам очень благодарен, что вы не трогаете моих друзей и ваших друзей. Понял, что с аренцами покупными связываться смыслу нет. Буду врачить семен. Значит, в зиме я буду готовить место для посадки. Наверное, часть посажу под зиму, часть весной после сертификации. Я вам показывал грязки в среде. И те, все взошли, и те взошли. Но все равно страх потерять и посаженные под зиму части или много. И те, которые после сертификации потерять за счет машин существует. Почему в этом году у меня вообще ни одна машинного зуба. Вот. Такого обилия оставленных на зиму косточек, не собранных, потому что больше не было сил. Представляете? 153-х литровых бана. Это только абрикосы. Не считаю. Слеп, вишен и так далее. Так вот. Столько осталось. Я уже заранее хожу в осень. Еще вам показывал, что все это уйдет. Еще не поздно организовать командировку. С Москвы, с любого ботанического сада. Вот. Допустим, с этого самого. С Академией. Вот. С ближних там Красноярск. Все-таки там может. Могут они расти эти косточки. Вот. И вплоть до Тимирязевки. И до Мичуринского института. Все это может. И осталось мышам. То есть. У нас страна богатая. Все завалены импортные продукции отравленные. Вот. Поэтому ни у кого ничего не засвербило. И тогда. И тогда. Я сделал прогноз. Мыши в этот раз ничего не тронут. Еды. Ва. Вот. Одно боюсь. Ой, разведется их. А сейчас в этом году урожай слабенький. Вот. Вот. Отыграется или нет на саженцах. А если. Благодаря вот этой. Популяция выросла в 10 раз допустим. Я не знаю. А мы же часть сада обновили. Мы посадили. Одно, двух, трех летние саженцы. Вот. Вот. Рядом питомник. За сколько килограмм яду теперь надо купить. Вот. Это головная борщ. Супер. Супер. Как это называется. Супер урожай. Так. Такое урожай надо было предъявлять на Нобелевской премии. Вот. Вместе с технологией. Вот. Что-то не случайно. Ну. Нобелевская премия Россия. Самое интересное, что наши российские эти чиновники прекрасно знают, что наше время под Нобелевской премии входит. Когда Алферова третьим. Кстати, коммунист. Интересно, да? Он коммунист. И когда его несколько лет назад Алферова третьим назвали в числе соавтором Нобелевской премии. Это какая гордость была. Боже мой. А то, что сотни получают премии американцы и другие. Вот. А нам не нужна. Вот он урожай. поднимайте шум на всю планету да у нас сибири дома в это самое да мы его это вас всех видели знаете где не сказал где да разве можно там мы сейчас это да мы сейчас эту технологию там и сейчас каждую косточку соберем железовском саду вот ведь как должно было быть ну что делать а аллея травы едят миллионами то как звучало это гражданин им это другой вспомни как ты мне прислал это материал про это самое до этого тоже прочитал а ты мне только напомню не пристала просмотрел ролик а вот мы у нас отечественными тоже у нас проблема не хватает тортовых холодильников мы тюрьмы это проигрываем конкуренцию все горько честно но мы уже больше от миллиона тонн выпускаем яблок и обработок у нас ядом и аж два раза меньше для кого-то два раза меньше за кого это извините от работа извините разговаривался сидит этот самый как его этот аркадирател изображает алкоголь перед ним бутылка наливает вы стал пить сам пить меня это понизили в должности опять горю туда стал пить меньше но чаще но все вы поняли можно не 40 раз как на западе прескать и 20 раз только дозировку учились эти вы тоже самое наша задача вырастить без ядохимикатов так и вот что получается давайте теперь поконкретнее значит муравейники есть есть выращивать готовить семян сейчас по зиму часть про весне да это уже называется 2 козина с яйцами правильно желательно так вот заказали 100 косточек это зачитайте бесплатно согласны а фактически 50 там 50 тут весе стернем зайдут а из этих 50 зайдет даже 20 40 сад потом дальше как так как ремонт у нас более жесткий как лучше заказывать семинара нет и сибирки для подвоя для лучшей совместимости с культурными или использует местное и так и так на смотрите вот вы пишете климат у вас жесткий это значит что ваши подвойный материал как и пиши в леса парках вы можете там найти дикие груши лесопарка вы можете найти найти одичавшие вы можете черный поискать сегодня уже этого хорошо и так вы будете с яблонями и грушами если то есть одно но мои груши сладкие приучены к диким подвоем заметьте не дикий подвой к ним приучен а не дикому подвою мать если у вас дикари вы накопаете тут можете столкнуться с неполной совместимости а если типа ранетки вот с этими яблочками не обязательно речь это вкусно крупных раняток там до 50 грамм а допустим 20 тысяч грамм 10 грамм тут как повезет в них есть я на культурных яблок есть значит совместивая получается или и того немного и того немного почему что трудно мои сибирьки заказать нет не трудно ранятки семена нет нетрудно вот а это уже гарантия у меня будете потолочить на юссурийские груши уже головной боли нет а потом буду жертвы у меня будет встречаете черенки вас сад готов а у вас крем будет более жесткий именно поэтому это и надо этим вот допустим когда-то вы же живете в русском климате это встречается в сибирском климате казалось бы мы через к это повару большая тамбургская губерния у память начинаю забывать или калуга калуга тамбург все надо валяться такого не знаете денег но во всяком случае для меня это достаточно юные по сравнению с новосибирском тогда получается ничего как он себя прокинал когда он я сам видел телеграмма адресована благовещенский комитет там партии так это было значит и таким доном приказом приказом тоном вот он велел собрать 20 гектар уссурийские груши эндемики то есть уже дичей не бывает эндемики эндемики уже дичей не бывает и он с ними работал с ними он работал наверное и с ранятками в общем где детали я все знать не могу но понятно что предложено не то что личный морс лично ему может он использовал его материалы греть был как бы сказать авторитетнейший ученый вот и он взял на привал вот так вот нами как вы пишете использовать место значит и местный использовал и дальневосточный использовал у него все это начал расти и все погибло погибло огромный труд а это он этим жил это было его заработок вы понимаете это было престиж а это все погибло как он проклинал грелес его этим сам именно тогда произошло а мы с вами для этой лекции пусть она в таком виде но это я фактически студентам должен читать и так как сейчас тимирязевки ха это сама которая брезгует что-то новым узнать на шокарное образование так вот это шокарное образование как-то остановилась мичурин использовал следующую фразу берем я специально эту речь готовил берем местные скрещиваем с южными получаем потомство выращиваем так отбираем и вот эти и будут уже пойдут севернее и восточнее кто всей сибирске то есть он отказался от прививок и вот это сейчас и давлеет это и сейчас варьерий константинович крупнейший ученый когда еще не брезговали со мной общаться варьерий константинович все-таки переходите на сеансовый врач это было и то есть газете где у меня была дискуссия с крупнейшим ученым этим бороться камеру говорить не буду вот и и что получается я должен вам ответить на ваш вопрос а я потратил минут десять и так если вы готовы в эти несколько поколений это всего несколько лет 3-4 поколения 5-6 лет если брать с неудачами и тогда у вас будет идеальное условие идеально созданы уже ваши сорта для новосибирской области или вы берете мои подвои уже бороздочие на данный минуте а почему у него могло не получиться с уссурийскими грушами а кто сказал что груша с этого с италии и испании будет совместима как этот как подвозь приводим с этой же уссурийской груши из другого конца света то сказал никто не сказал и вот провалился его затея вот это у себя с таким огромным этим конечном итоге получилось что если человек такого уровня скрижалях у него уже написано чуть ли не в скрижалях это потому что дича какого на уровне бога мичурин это на уровне бога написал что цитирую может быть смысл слова слова не повторю что подставка на мороза на хладостойке а подвой не увеличит морозостойкость прямое это что этот тупик было это было а вы кому поверили железу поверить тогда вам придется если по шустрому моих пойти по двое мои приводи если засучивать и рукава я начинал с нуля почему что мне говорят и все доставал на месте а что толку то яблоки 500 граммов и порта у нас продавались на рынках 1985 году осенью если семечки бы наковырял что толку мне чем она мне поможет тогда возвращаемся к прививкам но мичурин запретил а потом уже десятки лет после него как запрет неформально так и действует и ученые не умеют прививать сад имени этого самого но он наверняка умел привлечь имени грудовского под красноярском кто время все прятали целиком яблони сто лет назад мы привали однажды случилось чудо которого не заметил ни один ученый красноярский а что тут не заметить то вот он это в метрах этот самый незамерзающий этот енисей в метрах ну почему я должен был ехать через девногорск останавливать людей специально останавливаться горы у вас 20 градуса мороза нет где на воск это где-то город гидростроитель как наши червушки замерзает нет ну тогда может быть освободить бояже уже 2000 примерно двенадцатом году или 2010 или 2011 недавно совсем 10 через небольшим лет назад я там был зимой вот и опять все эти сладцевой формы все снегом засыпано сверху еще лопатами не заметили что енисея это стал теплее намного и местность вокруг нагрел а у вас то есть а у вас есть это такое же водохранилище выговорился я вот я по-другому не могу